Здравствуйте дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Это видео посвящено теме, кому выгодно выставлять Юрия Шатунова после его смерти человеком нетрадиционной ориентации. Кто стоит за этими вбросами в общественное сознание? Такие вбросы есть, их очень много. Мне присылают много версий, комментариев, скринов с фанчатов и из групп фанатов Юрия Шатунова, где как раз обсуждается этот вопрос. Логика простая и понятная. Вот как происходит манипуляция сознанием по какому алгоритму. Вбрасывается вопрос, эмуссируется многократно, повторяясь под разными видео и разными блогерами некие ответы, объясняющие ситуацию, то есть объясняющие этот вопрос. Главный вопрос, который задают люди в комментариях и также блогеры, почему молчит жена, где жена, если жена. Это три месяца этот вопрос задается. Почему она согласилась на кремацию, задается такой вопрос. Почему нет никакой информации от нее, почему она вообще молчит, никак не реагирует и ничего не говорит. Век интернета, полагают люди, не может быть, чтобы никто ничего не знал, не видел про жену. Но такого быть не может, значит здесь что-то не то. Далее эмуссируются эти вопросы в разных вариантах. Раз есть вопрос, появляется и ответ, логично вытекающий, как кажется, респондентам. И понеслось. Жена не отвечает, потому что... Я обобщу, кстати, кратко выжимку из этих ответов и тех мыслей, которые мне присылают зрители, подписчики, комментаторы и в личку присылают, и пишут везде. И я сама это читаю под некоторыми видео комментарии. Поэтому я не буду их все показывать. Их очень-очень много, они разные, но сводятся где-то как-то к одному и тому же, к одной сути. Поэтому обобщаю, чтобы не размазывать по асфальту, что называется. Жена молчит, потому что, первое, ей нет дела. Второе, она его не любит. Третье, ее запугали, Кудряшов в частности. Далее, что жена не любила Кудряшова, и он ей мстил. И вот такие тоже мне писали комментарии. Далее, молчание жены продолжается, и ответы пошли такие, что нет никакой жены, что это был пиар-ход, жены нет. Но пиар-ход был специально сделан для того, чтобы не приставали многочисленные фанатки, поклонницы. Многие из них действительно есть неадекватные, но это действительно так, и пиар-ход вполне тоже возможен. А то, что жены не было и нет, и то, что он жил с Кудряшовым, вот такие версии в одной квартире, хотя это не подтверждается никаким образом. И что с детства там дяди мальчиков имели и его тоже. И тема стала плавно основываться в мыслях людей, то есть она стала оседать, так кристаллизовываться, что Шатунов был нетрадиционный, и поэтому его убрали. Вот как-то так. Тут логика прихромала, потому что, чтобы поддержать эту версию, подбросили следующую информацию. Типа по скрытым секретным источникам, как обычно говорится, по секретным источникам он поехал на ге-вечеринку 22-го, и там его кто-то приревновал и не поделил, и поэтому получилось так, как получилось. Но это уже исходит из того, что он однозначно нетрадиционный. Ориентация, и вообще поэтому все разговоры про жену, они вообще не имеют никакого смысла, потому что ее там нет, потому что там совсем в другом дело. Вот дело именно в этом. И далее подтверждение этой версии, которая, кстати, уже разносится по интернету. Я не говорю, что все так считают, но она разносится, и многие наверняка сталкивались с такой версией. Далее в подтверждение пошла развиваться тема ге-вечеринки, вот этого 22-го на 23-е, что скорую не вызывали, чтобы не светить малину и тех, кто там был на этой самой ге-вечеринке. О боже, пишут мне поклонники Юры, неужели это правда, это страшная правда, неужели Юра был гей? Так, а теперь давайте включаем критическое мышление, убираем лапшу с ушей. Если говорится А, конструкция, то говорится Б. Скажу сразу, что все эти вбросы являются профессионально составленными вбросами с применением НЛП-программирования. НЛП – это нейролингвинистическое программирование. Вот НЛП, масло-масляное получается, нейролингвинистическое программирование через лингвистику, через слова, через предложения. И конструкцию воспринимается нашим мозгом таким образом, что начинают формироваться новые нейронные связи, такие, которые нужны манипулятору. И дальше уже наш мозг и наше сознание само будет вырабатывать то, что нужно манипулятору. Человек будет думать, что это его мысли, а на самом деле эти мысли извне внушенные. Он принял это в свое сознание, именную критическое мышление. И дальше он уже считает, что это за правдой, и начинает транслировать это. Если сказано А, то далее мозг ждет бессознательно продолжение Б для законченности, завершенности мыслительного процесса. Понимаете, о чем я говорю, да? Если мы говорим «это то», и дальше должны обязательно поставить «что то». Если так, то как. Обязательно должно быть завершение мыслительного процесса. Иначе оно остается незавершенным, и мозг как бы он зависает. Поэтому он старается обязательно завершить. Правильно, неправильно завершить любую незавершенку. Так работает наше бессознательное. И то самое Б можно при желании, то есть вторую часть конструкции, при желании чьей-то недоброй воли повести в ту сторону, которая нужна манипулятору. Вот теперь следите за руками. Если из того, что нет информации от жены, вот сейчас конкретно этот ролик посвящен только этой теме, нет информации от жены, и журналисты ничего не находят, как нам говорит блогер, «ну не находят же ничего журналисты, ну ни такого же не может век кибернетики, чтобы ничего не было, никакой информации, ну быть такого не может». Вот если они ничего не находят, а кто сказал, что они что-то ищут? Папарацци и журналисты, они платные, пишут только то, за что получают деньги. Про жену никто не пишет, потому что нет такой задачи, никто за это не платит, никто не заказывает. Но дело не в этом. А логика-то в чем? Нет информации от жены, значит нет жены. Вот такая логика выстроилась. Раз от нее никаких известий, ни хорошо, ни плохо, ни прокремацию, нигде никак она вообще не заявила, ну народ возмущается, ну хоть бы словечко сказал, ну значит ее просто нет. Вот такая логика уже кристаллизуется в общественном сознании. Не стали вызывать скорую, чтобы, цитата, не светить гейтусовку. Это лично, вот я видела эти цитаты, и лично мне об этом тоже писали люди, которые считают, что, наверное, вот это так. А где здесь журналисты по той же логике? Кто написал про гейтусовку? Кто вообще это вбросил? С чего это пошло? Тот, кто это вбросил, он сам из нее, он там был и в курсе, что скорую не вызывали, потому что там гейтусовка? Ну тогда он соучастник и молчит, помалкивает. Причем тут светить, не светить, и вызовы скорой помощи, отошли временно в другое помещение, если не хотят светиться, пока скорая помогает пациенту, и никакого свечения. Как можно засветить гейтусовку? Она что, подвергается каким-то гонениям? Кто-то мешает геям собираться? Да полно. В Москве легальных гей-клубов, которые называются только для мужчин, полно. Никто им ничего не запрещает. Тогда причем здесь скорую не вызывали, чтобы не светить? То есть уже понятно, что люди докопались до того, что скорую не вызывали, потому что есть информация от скорой, от медиков, что скорую не вызывали, то есть отказались от вызова. Им предложили сделать вызов, но кто там, Кудряшов, наверное, отказались сделать этот вызов и решили сами везти Шатунова, которому стало плохо. Итак, следующий момент. Если до сих пор нет информации, на какую дачу поехал Шатунов, известно, что дача была в Ростуново, так нам сказали, что в Ростуново Домодедовского района. Так где эта дача? По той же логике нет никакой дачи, раз ее до сих пор ушлые журналисты или блогеры не нашли и к забору даже не подошли. Аналогично известно, что жена, которой якобы нет, живет в Германии, но из-за того, что никто не показал ее саму, не сфоткал украдкой, значит, ее нет. Вот такая логика. Тогда по этой же логике, если до сих пор никто не сфоткал дачу в Ростуново или ее забор, значит, ее нет. И тогда нет никакой гей-тусовки в продолжении. Ну, нет дачи, значит, нет гей-тусовки, нечему светить. Потому что никто ничего не сфоткал, даже украдкой. И вот мы подошли к так называемому парадоксу, когда змея кусает сама себя за хвост. То есть доказательство ссылается на саму себя. В НЛП это называется метавирусы. Например, это факт, потому что это факт. С чего вы взяли, что это факт? Потому что я так сказал, я так считаю. А с чего вы считаете, что это факт? Потому что это факт. И так далее сказка про белого бычка. Поздравляю вас. В общественное сознание брошен метавирусы, что жены нет, значит, гей. Скорую не вызывали, значит, гей. Хоп-хей, ла-ла-лей. Многие уже поверили. Продолжаем снимать лапшу. Если жены нет, потому что ее никто не видел, или видел, но не уверен, или видел украдкой, не факт, что это жена, но нам выгодно считать, что ее нет, и шатунов, значит, нетрадиционные. Почему? Ну, потому что нам так выгодно, потому что тогда он не на светлой стороне, а такой же сатанист, как и мы, которые его отправили на тот свет. Если они, темная сторона, пытаются вбросами манипулировать сознанием масс, что жены никакой нет, потому что она молчит, то с такой же вероятностью или с большей, что не было никакой дачи, ее тоже никто не видел. А где же была тогда гейтусовка? А мы пока не придумали, скажут темные. Вы сами нам все расскажете. Мы сидим и ловим настроение масс, и то, куда это настроение идет. Если не туда, куда нам надо, то мы моментально подправим направление хоп-хэй, ла-ла-лей. А теперь всегда вопрос, кому выгодно, чтобы такая версия гуляла, чтобы ее обсасывали, обсуждали, чтобы она обрастала новыми подробностями, сплетнями. Есть факт смерти известного исполнителя, кумира миллионов. Кстати, он тоже оспаривается, потому что есть брос того, что нет никакой смерти, и что якобы это была инсценировка. Я это вообще не обсуждаю, я говорила в предыдущем видео, почему я это не обсуждаю. Здесь мы обсуждаем вот эту нетрадиционность, так называемую нетрадиционность. Итак, факт смерти известного исполнителя установлен. Нам сказал об этом врач Домодедовской больницы. Факт смерти человека, который постоянно повторял, что он на светлой стороне, Юрий Шатунов постоянно повторял, что он на светлой стороне, и писал в своих чатах, что он на светлой стороне. Невыясненные обстоятельства гибели и скоропалительные против всех законов и правилов сроков кремация очень похожи на сокрытие улик того, что при жизни над человеком проводились какие-то манипуляции, которые могли привести его к смерти, или в теле могли остаться какие-то химические составляющие, доказывающие, что там не так все просто. Разговоры про гейство или не гейство, есть жена или нет, прямое размывание четкого и однозначного вопроса. Что произошло в ночь с 22 на 23 июня? Где это место, где был Юра Шатунов? Откуда его привезли в эту Домодедовскую больницу, которую нам показывали, где выступал врач Осипов? Он именно в Домодедовской больнице работает, ни в какой другой. И каковы причины гибели Юрия Шатунова? Вот эти четкие, ясные вопросы. И не надо от них никуда уходить. Вот пока на них не будет четкого, ясного ответа, где он был в эту ночь, кто там был вместе с ним, откуда его привезли в Домодедовскую больницу. Все остальное можно не рассматривать. Или рассматривать очень аккуратно. Не замыливая главный вопрос. Почему никто из журналистов не ведет расследование и не дал обществу фотографий с той самой дачи или около нее? Не надо искать жену в Германии. Найдите нам снимки той самой дачки в Ростунова, Домодедовского района. Скажите, кто там был? Неужели нет соседей, которые могли что-то видеть, слышать или заметить какой-то шум? Что-то подозрительное? Или дачи тоже нет, как и жены, по той же логике? То есть, если я чего-то не вижу, значит, этого не существует. Может быть, и Китая нет, потому что его не видно из моего окна. Так кто покрывает эти четкие вопросы и вбрасывает информацию про гейство, пытаясь очернить Шатунова после смерти, смешивая его с грязью, потому что он не может сам за себя ответить? Кому это выгодно? Кто прикрывает прямых участников и на каком уровне? Предлагаю зрителям подумать над этим вопросом, а не вестись на специальные шумовые информационные завесы. Благодарю за внимание. С вами была Галина Кунышева. Подписывайтесь на мои каналы, телеграм-канал. Всех вам благ. До свидания.